Когда играл в Копенхагене, у меня были большие эмоции, потому что это мой бывший клуб. Рад был, что забил против своего бывшего клуба, потому что мы проигрывали 1-0 и надо было забить. Мы сегодня хорошо играли. Делали моменты. Копенхаген – такая команда, что стоит сзади. Тяжело их забить. На нам получилось один раз. Не получилось выиграть, но в Копенхагене неплохо. Мы снова пропустили в дебюте встречи на самом начале матча. Мы были готовы к такому развитию событий? Мы были готовы, мы говорили. Мы хотим начать с большим прессингом, с владением мячом, чтобы мы забили первым, а мы опять получили гол в третьей минуте. Такого в Европе не может быть. Это правда. Потому что такие голы пропускать в Европе – это просто нельзя. Мальмус играл 0-0. То есть, в принципе, все в турнирной таблице остается, как и было. Это значит, что сегодня мы, в принципе, вывозим отсюда хороший результат? Сколько играл Мальмус? 0-0. Ну, я сказал, что результат неплох. Мы читаем, что мы лучше играли, что мы лучшая команда, чем Копенхаген. Сделали больше моментов, владели мячом больше. Они даже не стояли на ногах за последние 20 минут. Но нам не получилось забить, потому что, не знаю, просто в Копенхаген борьба борется и не пропустил. Последний вопрос. Ты покидал поле. Болельщики Копенхагена аплодировали тебе. Приятно, правда? Конечно, приятно. Когда возвращаешься в бывший клуб и тебя болельщик уважает, как я уважаю этот клуб. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.